Так, на столе у нас представлен обычный суповой набор, так скажем, для карты EMU1616. Все они как бы совместимы, эти блоки и вот эта карта, потому что здесь есть у нас интерфейс RME, ой, как он называется-то, EDI, да, EDI называется интерфейс, который специальным сетевым патч-кордом подключается, соответственно, к этому блоку. И таким образом у нас с компьютера управляет вот эта карта вот этим блоком. То есть это блок расширения для этой карты с аналоговыми входами и выходами. Здесь есть микрофонный вход, цифровые входы-выходы и, собственно, с обратной стороны все аналоговые порты, вводы и выводы. Здесь, кстати, даже есть отдельный вывод для заземления. Автономно данная карта тоже может работать и выдавать здесь цифровые выходы на вот эти вот выхода. А также, соответственно, к ней подключается внутренняя плата расширения, которая устанавливается в компьютер-системный блок. Ну, в виде заглушки, потому что у него разъема нету для PCI. Подключается вот таким шлейфом. Как-то вот так, да? Вот так подключается. И они располагаются вместе в компьютере. Что расположено у нас на данной плате? Здесь у нас расположены основные процессоры, которые производят всю обработку в цифровом виде аудиопотока. То есть, особенность данного решения еще 20 лет назад удивляла тем, что весь звуковой поток обрабатывается именно ресурсами бортового процессора, не загружая центральный процессор компьютера, которые на тот момент были достаточно слабенькими по производительности. И, соответственно, здесь два квартактового генератора. Это, насколько я понял, двухполярный блок питания для вот этой карты. Хотя есть еще вот такая же карта, она попроще, и там нет вот этого блока питания. И как питается оттуда, от той карты вот эта плата расширения, я до сих пор не понял. Ну, у меня не было той простой карты. Значит, она рассчитана на работу через порт PCI. Это не PCI-Express, который в современных компьютерах. В современных компьютерах такого порта даже и не всегда уже можно встретить. Также здесь у нас есть... Ну да, здесь звукового ничего аналогового нету, это просто цифровой. Теперь, плата расширения аналоговой части. Здесь у нас стоит АЦП АК-5394 АВС и ЦАП ЦИРУС. ЦИРУС, сейчас скажу какой. ЦС-4398 ЦЗ. Тоже, надо сказать, достаточно качественный ЦАП. Ну, реализован здесь он не в лучшем виде, но, тем не менее, люди, которые слушали эту карту, говорят, что она очень-очень классно играет. Я пока лично еще не подключал к своей аудиосистеме домашней, чтобы послушать. Для сравнения хотя бы понимания. Ну, когда-нибудь, я думаю, это сделаю. И, соответственно, здесь у нас... Четыре отверстия. Это 6,5 мм джеки. Левый-правый вход, левый-правый выход. Реле для переключения уровней, насколько я помню. И операционные усилители на вход. Здесь я уже конденсаторы заменил, так как это самое больное место у данных карт. Конденсаторы, от того, что здесь они работают чуть... Ну, не с перегревом, а с постоянным нагревом. Этот чип очень сильно нагревается при работе. И, соответственно, эти конденсаторы быстрее деградируют. Ну, и как бы за 20 лет это, в принципе, нормально, что кондеры умирают. А конденсаторы здесь специфичные. Стоки стоят 470 микрофарад на 6,3 вольта. Вот. Можно поставить 1000 микрофарад. Это там уже особенности даташита этого ЦП, если смотреть. Там есть график зависимости работы режима. Фильтр низких частот, по-моему, от этих конденсаторов. Ну, и, собственно, сам блок микродока. Так называемый EMU-1616M. С этой штукой я однажды вляпался. Я не знал раньше, чем отличается EMU от NIEM. У меня был первый блок EMU, но так как он работал некорректно, насколько было можно, я его исправил и продал. Потом я купил без EMU. Включаю его. Он работает, работает. Пробую на нем делать измерения. Шумовая полка что-то какая-то странная. Явно не АКшный, АЦП. Он работает, работает, а температуры нет, потому что этот блок на этих чипах, здесь три таких АЦП, и он очень сильно нагревается. А тот блок ни хрена не греется. Я жду, жду, не греется. Думаю, что ж такое-то. Открываю его, смотрю, а там, оказывается, стоят другие АЦП. То есть, не EMU-версия, в ней стоит попроще ЦАП и попроще АЦП. Поэтому, соответственно, он не грелся, и шумовая полка там была ниже или выше. Короче, она не дотягивала до того, что я рассчитывал получить из этого устройства. Ту я продал. Теперь у меня третья попытка 1616M. Купил вот такой аудиофильский патч-корд. Про спиновки, EDI-интерфейс этот вроде бы похож на обычный сетевой патч-корд. Не уверен, но буду проверять, потому что эта коробка мне досталась вот в таком виде без ничего. Но зато она кажется не копанная, в ней еще никто не лазил. И по гуманной цене, соответственно, да, поэтому будем пробовать запускать и смотреть, что она нам покажет по характеристикам. Еще одна особенность для этого всего, чтобы это запустить, как в Яралаше. Эй, парень, стой, ты чемодан с батарейками забыл. Нам нужен для всей этой системы старый компьютер с PCI-Express и Windows 8. Вот это самый основной, так скажем, камень преткновения для использования этого всего добра в качестве аудиокомплекса. Ну, я заморочился, собрал вот такой системник, у соседа выкупил его за 1000 рублей, еще на 1500 почистил, проапгрейдил. Ну, там немного коррозии от кошачьей мощи осталось, но вроде как аудиофилы говорят, на звук влиять не должно. И, собственно, запустил этот системник и настроил все драйвера, то есть это у меня получается комп для измерений будет отдельный. Еще в дополнение, сейчас я уберу эту херню отсюда, чтобы поглубже и поосновательней познакомиться с данным чипом, я решил сделать свой АЦП на основе данного аналого-цифрового преобразователя. Нарисовал свою плату, сделал для нее питание двухполярное, здесь снизу модуль питания, чтобы автономно попытаться запустить его и посмотреть, как она будет работать. Для общего развития и понимания мне это очень-очень пригодится. В принципе, он уже запущен и работает, но измерения пока полноценные на нем я проводить не смог. То есть не было на это времени. Так, вот фоном этот проектик у меня делается потихоньку. Ну а сейчас вот будем подробнее заниматься этим микродоком.